Здравствуйте. Можно кофе в свою кружку? Капутичинок. Американок с молоком. С такой просьбой в этот бар посетители приходят каждое утро. Акция, в которой участвует заведение, называется My Cup Please. В Иркутске она стартовала недавно, но уже нашла отклик у горожан. Суть в том, что посетитель может прийти и попросить налить напиток в собственную кружку. Бонусом в кофейне дают печенье или скидки. У каждого заведения свои условия. Но цель одна – призвать людей снизить потребление одноразового пластика. Во-первых, со своей кружки домашней намного приятнее пить кофе по утрам. Во-вторых, наверное, один из важных факторов, что не остается одноразовой тары. То есть, значит, меньше отходов. Акция зародилась в Белоруссии. Там экоактивисты оформили проект, разработали плакаты и эмблемы. Дальше инициативу подхватил Санкт-Петербург, и сейчас там около десятка таких кофеен. Вторым участником акции в России стал Иркутск. Но какое-то время организатора в нашем городе не было. Об акции узнала Дарья Бедулина. Она уже два года ведет свой собственный эко-блог в социальных сетях. Поэтому посчитала идею очень интересной, а главное – полезной. Девушка решила продвигать эту идею в нашем городе. Очень модно сейчас ходить со своим стаканчиком, согласитесь. Но при этом мало кто задумывается, выбрасывая стаканчик, что он вообще-то выбрасывает пакет. И тем самым увеличивает ещё количество пластика, выброшенного в природу, который будет там лежать около 500 лет и больше. Сегодня пластик – одна из главных экологических проблем. Ежегодно в океан сбрасывают около 9 миллионов тонн полимера. Учёные прогнозируют, что к 50-м годам такого мусора в мировых водах будет больше, чем рыбы. Ведь сам пластик не разлагается, а утилизировать его очень сложно. Только в России ежегодно выбрасывают 41 миллиард пластиковых стаканчиков для кофе. И чтобы это остановить, достаточно взять с собой в кофейню свою кружку.